Дорог в городе Чебоксары Как администрация города предпринимает, чтобы улучшить состояние дорог? Действительно, в этом году были резкие перепады температуры и практически зимний период 2016 года 21 раз резкие перепады, даже иногда бывало больше 20 градусов. И наша задача, конечно же, и больше-больше грузных транспортов начало ездить по нашим дорогам. И практически в феврале месяце, февраль-март дороги разбились. И такого никогда и в городе, и в республике, и в других регионах не было. И наша задача была, во-первых, зимний период содержать в надлежащем состоянии. Мы практически не переставали ремонт дорог и в зимний период с использованием современных технологий. Ну и сейчас, когда погодные условия позволяют, с маим месяцем мы активно начали ремонтировать наши дороги. И это уже видно. Практически мы целые улицы ремонтируем. Мы думаем, что в течение июня, июля, августа, месяца все дороги города мы приведем в надлежащее состояние. Ну и у нас новые проекты. Запускаем двухуровневую развязку «Фучи-Кайги». Она до сентября месяца должна завершиться, хотя по контракту декабрь 2016 года. Мы активно ремонтируемся в городе Московский мост. И новый мост появится, трехполосный мост. И работа должна завершиться уже в этом году. И пять перекрестков будет расширение. Модернизация светофорного оборудования. Модернизация перекрестков. Новые остановочные павильоны. Ну, в принципе, работа в этом направлении ведется активно. И мы хотим при хороших погодных условиях дороги города Чебоксара привести в надлежащее состояние. Леонид Ильич, ну может быть, я не знаю, что-то придумать, какие-то новые технологии, что ли? Ну вот летом мы отремонтируем, зимой они опять разрушатся. Или у нас какая-то гарантийная идет работа со строителями? Гарантийная работа, все дороги на пять лет гарантия. И те дорожники, которые допустили, ну, может быть, ошибки, там, не того состава битум использовали. Всякие, может быть, гарантии пять лет. Они в течение пяти лет погрешности, которые появляются, они должны исправить. И, конечно же, нужны новые технологии в этом направлении. Мы ищем новые технологии. И это и сеточное покрытие, это и добавки, это с асфальту. Ну, конечно же, кардинально, как за границей, это делать не получается. Но, в принципе, наверное, мы к этому придем, что дороги надо строить надолго и с хорошей гарантией. И чтобы они, конечно же, должны у нас прослужить определенный срок без проблем. Ну и текущее содержание этих дорог, профилактическая работа, чтобы не появлялись у нас трещины. Мы как раз микрорайон Богданка проектировали, японские архитекторы. Мы тоже их попросили, вот посмотрите новые технологии по дорогам. Они у нас отказались проектировать дороги в плане того, что сложные погодные условия в зимний период в России. Резкие перепады температуры. Летом жара, зимний период, вот такие перепады температуры, которые нарушают поверхный слой асфальта, попадает вода и появляются трещины в последующем. Конечно же, мы должны переходить к новым технологиям, проводить профилактические работы, чтобы этих проблем не было. Конкурсы, которые мы проводим, конечно же, иногда выигрывают и организации, снижая значительно на 20-25% цену, которая уже проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, ценовую экспертизу, снижает. Конечно же, они в последующем начинают экономить. И, конечно же, здесь я считаю, что когда мы проводим конкурсы, в первую очередь нужно учитывать опыт работы. Опыт работы в плане того, наличие техники, наличие квалифицированных специалистов. Портфолио собирать такое. И, конечно же, в дорожном хозяйстве, ну и везде должно быть работать профессионалы. Немножко к другой теме повернемся, хотя тоже касается жизни и проблем нашего города. Возможно, даже не столько проблем, сколько, наоборот, приятных моментов. Ну вот в августе у нас Чебоксары ежегодно отмечают День города. И ежегодно администрация города, скажем так, делает подарок жителям, устанавливает спортивные площадки, устанавливает детские площадки. Не все дворы еще в детских площадках. Есть еще у нас дворы, где нужно установить? Сколько будет площадок? Мы с 2011 года работаем в программе благоустройства дворовых территорий. И практически 70% дворов мы благоустроили. Это более 700 дворовых территорий, 420 детских площадок, парковки. Конечно, сейчас и дополнительные дворы появляются в течение, но с 2011 года, конечно же, мы ревизию делаем. Но Михаил Васильевич, глава республики, ставит перед нами задачу в течение ближайших трех лет отремонтировать все дворы и привести в надлежащее состояние. И мы планомерно к этому и идем. В этом году у нас 140 дворовых территорий будут заасфальтированы. 70 детских, детско-спортивных площадок появится. И 110 автопарковок. И в последующие годы уже планируем, что нужно делать. Сейчас уже 65 детских площадок установлено. Еще 5. В июне будут? Да, ну и до конца июня еще 5 мы по детским площадкам завершим. Пока еще асфальтировка дворовых территорий массово не началась. Но перспективы мы сейчас при хороших погодных условиях это планируем. И планируем завершить до 1 сентября. Леонид Ильич, а что касается памятников? Вот на днях открыли памятник детскому хирургу. Открыли памятник в сквере Петрикова. И вы сказали, что в городе еще будет немало памятников открытых. Действительно, с 11-го в городе мы установили 25 памятников. Это благодаря меценатам, спонсорам, ну и простым горожанам, которые вкладывали средства. Эти памятники открыты на спонсорские средства. И действительно, я обратился к главным врачам медицинских учреждений, что нужно открывать памятники известным докторам, которые долгое время работали и поднимали службу, оказывали помощь жителям нашего города, нашей республики, известным докторам. И вот такой первый памятник у нас появился Станиславу Николаевичу Николаеву, детскому хирургу, который много сделал для развития детской хирургии, ну и детско-республиканской больницы. На территории появился такой замечательный памятник. Мы буквально в начале июля откроем памятник Петру и Февронию. Это вот такой композиция с благоустройством территории. Сейчас памятник уже готов, и постамент готов. Ну, благоустройство задерживает те открытия памятника подрядчики, которые заказали и фонари, и балясины в старинном стиле. Такого памятника у нас в Чебоксарах не было. Это нужно. Мы говорим, что о семейных ценностях, о любви, о верности. И, конечно же, вот такой памятник, он, во-первых, нужен, в первую очередь, для молодых, которые будут сюда приходить, будут спименать и Петра, и Феврония. И, наверное, очень много около будут приезжать молодожены к этому памятнику. Мы как раз и планировали сделать всю площадь, благоустраивая. Рядом там появится памятник Екатерине II, и его тоже мы планируем открыть в июле месяце, ну и, может, накануне дня города. Я также обращался к руководителям предприятий разных форм собственности, чтобы они действительно своих лучших работников, руководители, которые внесли значительный вклад в развитие предприятия, развитие города, тоже, чтобы и бюсты, и памятники устанавливали. Ну и планируем в городе памятник Бичурину поставить, известному нашему востоковеду Никите Бичурина, и перспективу это тоже будем готовить. Ну и на Арбате тоже хочется построить памятник Купса Ефремова. Здесь тоже уже эскизный проект есть, художественный совет у нас при архитектуре, он уже прошел. Сейчас будем искать спонсоров, кто будет этот памятник у нас на Арбате устанавливать. Вот дальше по этой линии практически мы скульптурные композиции на весь, ну, человеческий рост такой, но небольшие, мы хотим сделать там, чтобы действительно интересно было прогуляться по Арбату. И, конечно же, вот следующий Купца Ефремова памятник, ну и другие памятники, там и рыбак возвращается с рыбалкой, из котомки сзади русалка выглядывает. Такая интересная у нас композиция. Интересная идея, да. Да, она тоже есть, она тоже, мы его приняли и в перспективе будем делать, сейчас определяться. И, конечно же, планов много в этом направлении. Конечно же, это планы, они требуют финансовых средств значительных. За один год все невозможно сделать, мы последовательно из года в год это будем делать. Леонид Ильич, спасибо большое, что рассказали нам о таких интересных планах. Дай Бог, чтобы они реализовались и нашлись действительно люди, которые хотели бы помочь нашему, нашей администрации города в воплощении таких замечательных идей. Я напомню, что сегодня в программе «Актуальное интервью» у нас в гостях был глава города Леонид Черкесов. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok